Встречая зрителей симфонии Моцарта в исполнении кафедры оркестровых и струнных инструментов камерного оркестра, а также выступлением вокальных и танцевальных ансамблей. В 2013 году на базе музыкального колледжа Тирасполя и художественного училища Бендер был образован Государственный институт искусств. Сегодня это учебное заведение готовит квалифицированных специалистов, в том числе музыкального направления. Традиционно наш творческий вуз в конце мая проводит отчетный концерт. В этом году мы снова подготовили нашу программу. Практически все наши студенты готовят всегда что-то новое. И в целом наш концерт мы каждый раз стараемся показать по-новому. Каждый коллектив старался максимально показать все, чему они научились за годы, проведенные в институте. Помимо классики, звучали и современные обработки произведений. К примеру, студент второго курса Антон Литвин исполнил вариант полета шмеля Аримского-Корсакова. Очень было приятно, что был полный зал. Когда выходишь, играешь перед тобой полный зал слушателей, зрителей, которые внимательно слушают. Это дает некую энергию, толчок. Ты заряжаешься и благодаря этому играешь лучше, интереснее. Впечатления, конечно, самые замечательные. Замечательные рояли, замечательная музыка. Антон благодарен своему педагогу Руслане Громовой. По его словам, именно она раскрыла творческий потенциал молодого музыканта. Хочу сказать, что я очень люблю своих студентов. Я их люблю не только как студентов, я их люблю просто как творческие личности. И всегда даже в самом, может быть, неподготовленном человеке я стараюсь заметить то хорошее, что можно еще развить. По итогам года лучших студентов наградили за активное участие в республиканских мероприятиях, а преподаватели – за добросовестный труд. Музыка просто шикарная сегодня прозвучала. Кроме того, украшением были, конечно, еще и танцы, которые поставлены очень здорово и на высоком профессиональном уровне. С 1 сентября этого года в институте появятся новые специальности высшего профессионального образования, такие как социально-культурная деятельность, живопись и хореография. Елена Костелея, Александр Левицкий, Первый Приднестровский телеканал.